Привет! Сегодня будем знакомиться со структурой базы. С вами все так же Даша Фокина и Теплица социальных технологий. Сегодня познакомимся с таблицами, атрибутами и записями. Научимся их создавать и редактировать. Узнаем, что среди полей нет равноправия, и одни из них важнее других. Думаю, что вопросов на данном этапе возникнуть не должно, потому что работать с таблицами все умеют. Кто из нас не мучился с Экселем? Так что в этом уроке без особых сюрпризов. В конце видео мы получим простейшую таблицу. Итак, поехали! База открывается по нажатию на ее иконку. База состоит из таблиц, а таблицы из атрибутов и записей. Каждая вкладка — это таблица, в которой хранятся все данные о сущностях одного типа. Если сущности имеют разный тип, то логично поместить их в разные таблицы. Например, список сотрудников стоит хранить в одной таблице, а отделы — в другой. В нашей базе пока что только одна безымянная таблица. Таблица состоит из записей атрибутов. Каждая строка — это запись. Каждый столбец — это атрибут сущности. Например, для таблицы с сотрудниками каждая строка — это сотрудник, а каждый столбец — это какая-то его характеристика — фио, телефон, должность. Посмотрим, что мы имеем в нашей базе. Одна таблица, три записи, созданные по умолчанию, и один атрибут. Для начала создадим новую таблицу. Для этого необходимо нажать на ссылку «Add or import» рядом с последней вкладкой. Нам предлагается создать пустую таблицу или импортировать вашу личную таблицу в Airtable, например, из Excel. Мы не будем рассматривать импорт, это просто, и вы сами справитесь. Мы создадим пустую таблицу. У каждой таблицы есть контекстное меню. Тут есть варианты. Переименовать таблицу. Давайте назовем нашу таблицу «Сотрудники». Скопировать таблицу. Airtable спрашивает, копировать таблицу вместе со всеми записями или оставить только ее структуру. Продублируем таблицу с сотрудниками и переименуем ее в таблицу «Отделы». Копировать записи нам ни к чему. Теперь в базе две таблицы. Смотрим дальше. Мы можем добавить пояснение к каждой таблице. Давайте создадим для таблицы сотрудников пояснение. Оно будет видно при наведении на заголовок. Последняя опция – удаление. В базе всегда должна оставаться хотя бы одна таблица. То есть удалить последнюю, оставив базу пустой, невозможно. Удаленная таблица будет храниться в корзине базы 7 дней, после чего удалится окончательно. Корзину можно найти по иконке мусорки. Мы видим окно с перечнем удаленных объектов, атрибутов, записей или таблиц. Каждый объект можно восстановить по кнопке «Рестор». Обращаю внимание, что это не та же самая корзина, что мы рассматривали на предыдущем уроке. Эта корзина всего лишь база. В каждой базе есть такая своя. Тут хранятся удаленные таблицы, атрибуты и записи. А еще, чтобы отменить удаление, да в принципе и любое другое действие, например, редактирование или добавление, можно применить сочетание клавиш «Ctrl-Z» для Windows или «Command-Z» для macOS. Перейдем к структуре таблиц. Начнем с атрибутов. Атрибуты – это признаки сущностей, что хранятся в таблице. Для сотрудников это, конечно же, имя. Затем телефон, дата начала работы, должность и отдел, в котором он или она работает. Добавлять новые атрибуты и таблицы может только пользователь с уровнем прав креатор и выше, причем несколькими способами. Первый – по кнопке «Плюс» после последнего атрибута. Добавим атрибут «Дата начала работы». Введем мы имя атрибута. Следующее поле предназначено для выбора типа атрибута. Пока что все наши поля будут дефолтного типа «Single Line Text». Сохраняем. Второй способ – нажать правой кнопкой мыши на любой атрибут и выбрать опцию «Insert Left Right». Название атрибутов должно быть уникальным в рамках таблицы. Еще один атрибут под названием «Дата начала работы» создать не получится. Добавим атрибут «Должность» и снова выберем тип «Single Line Text». Сохранимся. Итак, мы создали два атрибута. А еще у нас есть первый, который по-прежнему называется «Name». Чтобы переименовать его в «Fill», нужно дважды нажать на название атрибута. Переименовываем и сохраняем. Только что мы создали и переименовали атрибуты. Давайте посмотрим, какие еще действия с ними нам доступны. Все опции содержатся в контекстном меню атрибута. Чтобы его открыть, нужно нажать правой кнопкой мыши на название атрибута. Первая опция – «Настройка». Мы можем переименовать атрибут и изменить его тип. Дальше опция – «Rename Field». Мы уже рассматривали ее аналог. Дальше идет «Edit Field Description». Для каждого атрибута можно добавить свое описание, которое будет всплывать при наведении на заголовок атрибута. Хорошим тоном считается добавление описаний к полям, вычисляемых по формуле. Следующая опция – «Duplicate Field». При выполнении дублирования выбранный атрибут полностью скопируется. Новый атрибут вставится справа от копируемого. Это бывает удобно, когда мы создаем много похожих атрибутов. Например, одного типа, настроенных сложным образом. Опции «Insert Left» и «Insert Right» мы уже рассмотрели. На, безусловно, важных опциях сортировки, фильтрации, группировки и скрытия полей мы не будем останавливаться сейчас. Потому что они заслуживают пару уроков, а не пару секунд. И мы обязательно уделим им достойное количество времени. И, разумеется, мы можем удалить наши атрибуты. Тут крайне важно остановиться на том, что не всякий атрибут таблицы можно удалить. А именно, самый первый атрибут таблицы является основным. Его нельзя ни удалить, ни переместить, ни скрыть. Поэтому к первому атрибуту подходить нужно ответственно. Для таблиц с людьми лучше назначать ключевым поле «Feo». Для отделов название отдела. Если вы удалили атрибут случайно, не стоит посыпать голову пеплом. Вы всегда можете отменить действие, нажав Ctrl или Command Z. Или восстановив атрибут из корзины. От атрибутов перейдем к записям. Каждая строка нашей таблицы – это сотрудник. Если в организации появляется новый сотрудник, нужно добавить для него новую запись в таблицу. Для добавления новой записи существует несколько способов. Можно воспользоваться кнопкой «плюс» под последней записью или в левом нижнем углу. Или нажать правой кнопкой мыши на любую уже созданную запись и выбрать «Insert record». Новая запись добавится над или под выбранной записью. А еще можно выбрать любую ячейку и нажать «Shift-Enter». Если мы нажмем на запись правой кнопкой мыши, откроется ее контекстное меню. Рассмотрим пункты меню по порядку. Запись можно скопировать. Новая запись ставится под исходной. Можно раскрыть выбранную запись. Пока что нам нечего смотреть, так что вернемся к этому позднее. Можно скопировать ссылку на запись. Возможность отправить коллеге ссылку на конкретную запись является совершенно незаменимой. Данная опция копирует запись и вставляет ее в тело письма вашего почтового клиента. И последнее. Запись можно удалить. Кстати, можно удалить несколько записей, выбрав несколько строк с нажатым «Shift». Щелкните правой кнопкой мыши по любой из выбранных строк и выберите «Delete all selected records». Опять же, отменить удаление можно по «Ctrl» или «Command Z», или восстановив записи из корзины. Каждую запись можно развернуть, нажав на кнопку с диагональными стрелочками в начале строки. В открывшейся карточке мы увидим все детали записи. Давайте развернем в виде карточки первую запись и заполним ее. Фил, должность и даг в начало работы первого сотрудника. Что ж, поздравляю нас с первой записью в нашей первой таблице. Итак, с этим мы подошли к концу третьего занятия. Резюмируем. Мы подружились со структурой базы, мы создали в ней одинокую таблицу. Но всему свое время. Когда их в базе данных станет больше, стиме можно будет творить очень интересные вещи. Например, связывать их между собой и подтягивать в одну таблицу данные с другой, выполнять агрегацию и многое другое. Мы скоро все это рассмотрим. А пока, до встречи на следующем уроке. Там мы создадим новые атрибуты для нашей таблицы сотрудников, и все они будут разных типов данных. Потому что говорить дальше мы будем именно о них. Редактор субтитров А.Семкин